Жилой комплекс морской. Мы на Солнечной, 44, в городе-курорте Анапа. Мы в гостях у Игоря Ивановича. Ну, добрый день! Здравствуйте! Мы так рады быть у вас в гостях. Можем пройти? Пойдемте. Конечно, конечно, проходите. Это вам. Спасибо. А строй горонт Анапа у нас задачи две. Прежде всего, поблагодарить вас от лица компании, о том, что выбрали нас. У вас был выбор, но вы выбрали именно нас. И хотели бы узнать плюсы провинциальной жизни. Как вы живете здесь у нас, переехав сюда из Москвы? Ну, вообще-то мы собирались только на лето здесь оставаться. Приехали в прошлом году, взяли. Думаем, лето, а зимой в Москву. Целый год уже. Уже год мы тут. Мы только поехали дела на недельку. Сделали уехать. И возвращайтесь. Приятно возвращаться в свой дом. Да, да. Ну, отлично. Тогда мы идем пить чай. Это наш Кузьма, смотрите какой. Да? Он ни за что в Москву не хочет отсюда. Мы вот вместе с ним ездим, он там с ума сходит, тоскует. Здесь целый день на улице. Он двор охраняет. У него тут вот два этажа, а там в квартире его закрываем. И ему понравилось тоже. Как вы приняли решение? Какие плюсы выбрали из всех компаний? Почему? Честно, на самолете летели и увидели вот эту вот точку. Увидели вот эту. Ой, как интересно. Он нам так понравился сверху. Я сразу залезла в Москве в YouTube. Это мы обратно летели и мы его увидели. Я в Москве в YouTube залезла, я его пробила. И все, я там уже в Москве начинала смотреть отзывы, кто, что. И уже следующую поездку, даже еще участок у нас был. Мы уже приехали и стали уже здесь выбирать. Нам понравились дома. Если у вас желание рекомендовать вашим друзьям, знакомым, чтобы они сюда... Мы ждем, когда разрешат продавать участки. А уже неизвестно, да, что на наши участки будут продаваться... Ну вот как-то у нас рядом, пустое участок. В ближайшее время мы там... Они уже готовы, наши соседи-москвичи тоже. Они к нам приезжают, уже несколько раз здесь были, им нравится. Наш посел, знаете, как называется? Анафская Рублевка. Рублевка? Да. Я в Цепанобалке стриглась у девочки, она меня спрашивает, парикмахер там, салончик маленький. А где вы? Я вот так... А, так это же, говорит, наша Рублевка. Так мы теперь своим подружкам поедем. Да, я и в Москве не удалось так здесь на Рублевке живем. Так что там везде это называют Рублевкой. Там и навес сделали, и веранду, и подвал. Мы заранее все уже... Нам приелтор сказала, можно это, можно это, можно это. Можно потом, но мы думаем, нет. Подвал сделали, который в самые дождливые, это вообще ни капли воды. Нам так повезло, как вот наш подвал... Мы, наверное, все равно делали гидроизм. Ничего мы не делали. Пару раз заезжали с специалистами сюда, они просто смотрели. Знакомый нас тоже был специалист, посмотрел. Все нормально. Нет проблем, нам предложили сделать сразу это, это, это. Мы подумали, что уже... Стройка шла, мы еще идеи меняли, сообщали, они быстро перестраивались. Даже не побоялись подвал сделать, как это обычно. Мы даже, помнишь, во время уже стройки что-то, какие-то идеи кидали? Уже все, проект был у нас, уже все, проект, вдруг что-то мне там в голову приходило. А вот это, ради бога, поменялись, ради бога, на какие-то проблемы. Мы работали с нашим дизайнером, общались хорошо, она на связи всегда была, если что-то... Каждую неделю, какой-то отчет, что сделано за неделю. То те обои захотел, то другие я обои захотела, то у меня еще и длинные обои. Ну, как-то Юля спокойно все это не говорила. Уже все, уже решено. Поменяем. Пока еще их не приклеили, но проект там уже составлен был. Сделаем. Поэтому все было учтено, это хорошо. Знать о наших сотрудниках, видите, вот ключевые звенья, где у нас минусы, даже и сейчас и не поймать, потому что это одни плюсы. Про прорабов хвалят, получается, хвалят менеджеров по продаже. А вот кого поругаем? Мусорщиков поругаем. Которые мусорщиков плохо. Я ругал строителей, которые вон там строят, которые вырубили деревья. Но это не ваше, да, это вот со стороны. Как вам наши фрукты, ягоды, почувствовали натуральность в жизни? Конечно, конечно. Здесь доступно, наверное, все равно. Вы говорите, выращивать пока, мы только деревья посадили. А помидоры, огурцы я же выращивать не хочу, потому что мы идем на рынок в Сапанабел. Стоит это все не так дорого в сезон. Ты поешь помидоры, как мед, огурцы, как огурцы. Таких в Москве мы не ели каждый год, никогда не в сезон. Даже турецкие дорогие покупали, они не такие были. Нам у вас очень понравилось, да? Но вот все-таки хотелось бы узнать. Скажите, есть что-то, что мы могли бы выделить в этом доме? Что самое любимое? Зал с кухни, веранда. Веранда, терраса такая. Терраса, да, да. Мы ее стеклили же, да, и поэтому она стала верандой. Да, стеклили, потому что... Ой, очень интересно. Уже хотим посмотреть, да, пойдемте. Кутя, пойди покажи. Где у тебя там веранда, терраса? А тут у вас так красота какая. Смотрите, еще даже небель такая специальная. Да, мы вот закрываем, сейчас просто шторки не закрыли, а то жалко. А потом можно мягкие стекла сделать, да, вот эти? Нет, мягкие стекла. Что-то не понравилось. Жару у него держится, они липкие становятся. Всегда хотела в этом яйце посидеть. Конечно, конечно. И выдержит она меня. Меня выдерживает. 120 килограмм выдерживает. Ну, красота какая, да. Нам у нас очень понравилось, прям не хочется с вами расставаться. Ходите к нам попяще. Спасибо большое за гостеприимство и за добрые слова. Спасибо вашей организации большое. Спасибо. 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 Если бы это было не так, я бы сказал SGA Forever. Спасибо.